Бывают случаи, когда при оказании скорой медицинской помощи медики сами могут стать жертвами. Чаще всего агрессию проявляют пациенты в алкогольном или наркотическом опьянении, а также люди с психическими заболеваниями. Но иногда опасность может исходить и от родственников больного, так как из-за переживаний они находятся в эмоциональном возбуждении. В 2020 году 12 случаев нападения, зафиксированы случаи нападения сотрудников скорой помощи. В 2021 году 7 и 3 случаев уже в первом квартале 2022 года. Теперь в случае возникновения угрозы жизни и здоровью персонал бригады скорой медицинской помощи может оперативно вызвать наряд неведомственной охраны Росгвардии. Более 100 автомобилей уже оборудованы системой тревожной сигнализации. Также проработана возможность нажать кнопку «Удалено» с помощью мобильного устройства, на котором установлено специальное приложение. Раньше приходилось звонить в диспетерскую службу, чтобы они вызывали сотрудников полиции. Сейчас процесс более быстрый, к ребятам сразу приходит вызов, и они приезжают. Если во время вызова возникает угроза, врач скорой медицинской помощи нажимает кнопку тревожной сигнализации. Поступивший в Центр оперативного управления Росгвардии сигнал тревоги отображается на мониторе программно-аппаратного комплекса. Местоположение кареты скорой помощи дежурный офицер незамедлительно передает ближайшему экипажу в неведомственной охране, который в кратчайшее время приходит на помощь к медикам. Сработала тревожная сигнализация в автомобиле скорой медицинской помощи. Сейчас системой тревожной сигнализации оборудовано более 200 транспортных средств области, в том числе 20 маршрутных автобусов ИТК Белгорода, более 60 трамваев Старого Оскола, а также 18 школьных автобусов Грайворонского городского округа. Внедрение подобной системы безопасности планируется и в других муниципальных образованиях области. А уже 1 апреля произойдет последний этап централизации службы скорой медицинской помощи. Подключат Старо-Оскольскую станцию, это еще 18 бригад. В планах оснастить медиков нагрудными видеорегистраторами. Сейчас этот вопрос прорабатывают. Такое новшество поможет объективному разбору оказания медицинской помощи и конфликтных ситуаций. Сергей Елисеев, Дмитрий Ярема, Белгород Медиа.